Вы знаете, слово такое очень солидное, консалтинг, смыслы у него могут быть разными, зависит от понимания целей и возможностей наших с вами. Чем мы отличаемся от тех самых консультантов с бабочками во фраках, которые приезжают на дорогих машинах и входят там в большую четверку? Как правило, у них академический подход, они вас учат, они берут учебники, они берут солидные труды и растолковывают вам их содержание. Мы идем от ваших потребностей, мы идем от ваших задач, мы идем от ваших целей. Зачастую даже помогаем определять эти цели. Ну вот, скажем, один из примеров, кто наш потенциальный заказчик? Вот какие-то такие ощущения у команды предприятия есть, что делать? Допускаю, что на предприятии есть специалисты, которые ту или иную задачу и ту или иную затруднительную ситуацию, перечисленную здесь, могут решить. Но вы знаете, нет пророка в своем отечестве и идет поиск консультантов. Наш подход смысловой, когда мы приходим к заказчику, аудиты, понять, что происходит на данном этапе на предприятии, с процессами, с справочниками, с методами, с характеристиками. Подробно об аудитах Дмитрий уже говорил. По нашей части еще добавляется аудит части данных о надежности. Насколько подробно регистрируются отказы, как детально описываются их причины, насколько четко причины и сами отказы связаны с реакциями на них, с воздействиями ТАИР. Мы, имея опыт проведения аудитов разных предприятий и зная картину длины этих лап паука до нашего вмешательства и после, а также сравнивая с так называемыми лучшими практиками, можем сказать, что, скажем, картинка паука меняется не только после нашего воздействия, но она меняется, вот если сравнивать, как мы видим уровни развития тех или иных процессов ТАИР, их там около 20 штук. И сами эксперты, сотрудники предприятия, куда мы пришли, есть некая разница. Но после того, как мы проводим обучение базовым практикам процессов ТАИР на этом предприятии и проводим повторное интервьюирование, вот здесь уже оценка развития ТАИР на собственном предприятии очень сильно меняется. Она становится более трезвой и более приближенной к реальности. И вот как раз Елена потом подробно расскажет, как мы учим. Еще раз повторяю, мы идем не от академических каких-то подходов, а от реальных задач. Дальше идет проектная работа, подготовка рабочей группы заказчика, помощь заказчику в определении целей, декомпозиции на задачи, критерии достижения и решаем задачи, которые определили, которые ведут нас к цели. В конце обязательно тоже есть обучение, когда мы передаем полученные навыки и знания уже тем категориям специалистов заказчика, которые должны участвовать в этих процессах. За последний год процессы, связанные с надежностью оборудования, мы помогали улучшать на таких серьезных предприятиях, логотипы которых здесь указаны. Скажем, аудит процессов ТАИР Сибантрацита показал, что очень многие вещи нужно улучшать. Скажем, Иркутская нефтяная и Газпромнефть находятся на хорошем таком участке пути, они уже осознали, где они есть и ушли достаточно далеко в процессе перехода от ТАИРа по ППР к, собственно, управлению производственными активами. Новолипецкий металлургический комбинат мы достаточно подробно обучали как верхнеуровневым вещам, так и, собственно, деталям работы тех или иных специалистов. Ну, из удачных проектов мне понравился, честно говоря, проект, когда мы сделали не просто расчет надежности фонтанных арматур для нефтяной компании, а довели наш проект до изменения инструкций по ремонту фонтанных арматур заводов-изготовителей, предоставив им данные о отказах их изделий за несколько лет эксплуатации в разных условиях с пояснениями, какой величины риск и как риск отказа изменяется по наработке для арматур. И вот здесь вот подробнее. Наш подход рискоориентированный, так называемый, он позволяет объединить усилия разных подразделений предприятия. Не секрет, что зачастую система показателей работы подразделений предприятий построена таким образом, что, скажем, цели и задачи оценки деятельности производственников, служб главного инженера, финансистов, экономистов, снабженцев противоречат друг другу. Так вот, экономия бюджета любой ценой, либо, скажем, добиться полной исправности стопроцентного КТГ оборудования любой ценой, либо поставить цель выжать из оборудования все, что оно может, эксплуатируя его до отказа, чтобы выполнить план производства, это все приводит к неэффективности, приводит к отказам, приводит к последствиям не только связанным с затратами на ремонт, но и к потерям готовой продукции, иногда к последствиям в сфере экологии, это большие штрафы, иногда, не дай бог, в сфере промышленной безопасности, ну и чего больше всего боятся, как ни странно, управляющие компанией больших корпораций, это репутационные потери, отражающие на их капитализации. Так вот, риск отказа оборудования объединяет в себе все характеристики и техническое состояние, и последствия этого отказа, и характеристики самой единицы оборудования, и характеристики той технологической позиции, на которой оно установлено. Ну, скажем, один и тот же насос при его одинаковом отказе потребует одинаковой суммы денег для восстановления работоспособности, но если он установлен на важном участке технологической цепи, не имеет резервирования и находится в цепи производства непрерывного цикла, мы потеряем продукцию в лучшем случае за счет простоя, мы затормозим процесс превращения полуфабриката в готовую продукцию, мы, не дай бог, еще забьем этим полуфабрикатом предыдущие рабочие центры, и, в общем, последствия будут катастрофические. А если что-нибудь там рванет, загрязнение воздуха, воды, почвы? Ну, а если этот насос стоит на откачке промливневых стоков в засушливом климате, ну, сами понимаете, мы ограничимся только его ремонтом, и то можно не торопиться, а смотреть на прогноз погоды. Так вот, в данном проекте нам удалось добиться изменения регламентов техобслуживания, предписанных заводами-изготовителями, что повлекло существенную экономию бюджета для заказчика и не противоречило техническим требованиям, соответственно, органы контролирующие приняли эти изменения и никаких конфликтов не возникло. Это, на самом деле, первый случай, который я помню на своей практике. Ну, неудачная работа, да, была задачка унификации регламентов ТАИР, идентичных моделей на двух промплощадках металлоинвесторов. Это ЭКГ-10, это БелАЗ, самый распространенный, это тяговый агрегат НП-1 и СБШ-буровой станок. Два ГОКа, близко расположенных, разные регламенты, очень сильно различающиеся бюджеты на ТАИР. Наш подход был в том, чтобы показать заказчику возможность учета индивидуальных условий эксплуатации, единицы оборудования и влияние условий эксплуатации, таких как климат, дороги, уклоны, состояние технологических дорог, твердость материала, да даже квалификация оператора машины. Как это влияет на изменение риска отказа и, соответственно, на изменение периодичности планируемых ремонтных воздействий. Но, к сожалению, из-за того, что у нас, скажем так, наши результаты превышали ожидания заказчика, и потому что был, так сказать, нарушен принцип одного окна, там, скажем, заказали работу нам из управляющей компании, принимали ее предприятие на местах. Мы считаем этот проект неудачным. Приняли результаты работы только на одной промо-площадке. Бывает и такое. Нужно четко выстраивать отношения с заказчиком до начала проекта. Привет! Я мультяшный робот «Простоев нет». Расскажу вам про курс «Базовые практики планирования ТАИР», управление надежностью и критичностью оборудования по методике RCM. Простой – это потеря времени. В рамках производственной или промышленной компании любое неэффективное использование времени ведет к реальным финансовым потерям. Вы наверняка задавались вопросом, а как наиболее эффективно избежать простоев? Наш курс даст вам практические методы решения самых разных проблем, связанных с ТАИР. Освоив курс, вы сможете помочь предприятию сохранить ресурсы и увеличить объем производства. Курс подойдет инженерам ППР и специалистам по надежности, техническим директорам, директорам производственных систем и их заместителям, руководителям служб эксплуатации и ремонта, участникам проектных команд, развивающих систему управления ТАИР, менеджерам по автоматизации и управлению ТАИР, специалистам по разработке и аудиту бизнес-процессов управления ТАИР. Программа курса состоит из 10 разделов и рассчитана на 92 часа обучения. Обучение идет пошагово. Вы начинаете с изучения методологических основ и типовых вопросов, рассматриваете примеры из практики, пробуете применять полученные знания. Также вы получаете доступ к общей группе студентов курса, где можете задать свой вопрос преподавателям и общаться с сокурсниками. Курс проходит онлайн на нашей платформе SDO, простоев, нет. Вы можете учиться с любого устройства. С телефона, планшета или компьютера. Все, что вам нужно, это доступ в интернет. В рамках курса вы освоите практические методики, которые найдут свое применение на любых промышленных предприятиях. Вы познакомитесь с конкретными проектами ТАИР, от простоев нет, которые реализованы в России и СНГ. По окончании каждого учебного модуля вас ждет практика, тестирование и вебинар обратной связи. А по итогам обучения на курсе вы сможете получить сертификат. Обучение уже прошли более 1500 специалистов ТАИР из 300 производственных компаний. Переходите по ссылке под этим видео и записывайтесь на бесплатную ознакомительную часть нашего курса. До встречи на курсе!